Антарктический региональный центр ДЗЗ готов к эксплуатации Космонавтика Антарктический региональный центр ДЗЗ готов к эксплуатации Газкорпорация Роскосмос завершает работы по приему в эксплуатации Антарктического регионального центра ДЗЗ Газкорпорации Роскосмос, работы по изготовлению которого проводились в рамках государственного контракта специалистами неэточных приборов из состава холдинга Российские космические системы РКС входит в Газкорпорацию Роскосмос. Специалисты неточных приборов завершили испытания оборудования станции приема информации дистанционного зондирования Земли, ДЗЗ, расположенной на антарктической станции «Прогресс». Новый центр готовки эксплуатации в составе Российской Единой территориально распределенной информационной системы дистанционного зондирования Земли, Е3С-ДЗЗ. Завершены работы по установке антенного комплекса, радиопрозрачного укрытия, аппаратного контейнера. Оборудование комплекса настроено и отрегулировано, проведены тестовые сеансы по приему информации с научных спутников, произведена модернизация спутникового канала интернет, увеличена его пропускная способность. Началось обучение специалистов по работе с программно-техническими средствами приемного комплекса. Руководитель работ по развертыванию станции, заместитель начальника научно-технического центра приема передающих систем и комплексов неточных приборов, входит в РКС, Сергей Замышляев. Все задачи, запланированные на сезон 64-й российско-антарктической экспедиции, выполнены в полном объеме. Наземный комплекс приема, обработки и распространения информации ДЗЗ на территории антарктической станции «Прогресс», НКПОР-РСЛЭША, готов к передаче в эксплуатацию в составе ИТРИСДЗЗ. На территории неточных приборов в Москве был развернут клон антарктической станции, при помощи которого почти в круглосуточном режиме обеспечивалась техническая, моральная и интеллектуальная поддержка группы в Антарктиде. В постоянном взаимодействии с научным центром оперативного мониторинга земли российских космических систем наши коллеги в непростых условиях антарктической станции провели пусконаладочные и испытательные работы. Начальник научно-технического комплекса по созданию и эксплуатации информационных систем не и точных приборов Владимир Ромашкин. Результатом этой работы станет повышение эффективности целевого применения космических аппаратов за счет возможности приема и передачи на Большую Землю данных с каждого витка. Работы по созданию нового центра приема информации в Антарктиде ведутся в рамках модернизации и дальнейшего развития ИТРИС ДЗЗ и расширения возможностей наземных комплексов приема, обработки, хранения и распространения данных ДЗЗ. Ввод в эксплуатацию в Антарктиде наземного центра приема и обработки информации, поступающей со спутников дистанционного зондирования Земли, позволит передавать эти данные в любую точку мира. Управлять работой комплекса можно будет с удаленного рабочего места в зимовочном комплексе, а также из России через спутниковые каналы связи. Технические и программные средства ИТРИС ДЗЗ разработаны вне ИТП, ее штатная эксплуатация началась в 2016 году. ИТРИС ДЗЗ состоит из центров, которые расположены на всей территории России от Калининграда до Хабаровска. Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен и сделайте вашу ленту объективнее.